Любишь русский YouTube так же сильно, как и я? Тогда обязательно заходи в YouTube Амина. Опросы, викторины, туториалы, кинозал, аватар-чат, обычный чат, голосовой чат и многое другое, связанное с русским YouTube, ждет именно тебя в этом приложении. Всем привет, ребят! С вами Юмилия. К моему удивлению, ДК выпустил клип под названием «Лицемер». Кто-то мне рассказывал, что он вообще не хочет его выпускать, так как кто-то спалил этот клип раньше времени, или же музыку спалил раньше времени. Честно говоря, я не особо в теме по этой ситуации, поэтому пиши в комментариях, если знаешь больше. И почему вы стучите с соседей? Они постоянно стучат, когда я начинаю снимать видео. Так вот, думаю, вам интересно узнать, что с моими волосами. Конечно же, если вы не подписаны на мой инстаграм и не приходите ко мне на стримы, то вы не знаете. В общем, расскажу коротко. Я осветлила свои волосы, чтобы в дальнейшем их покрасить. Хотела я покрасить их в красный, но теперь думаю о каком-нибудь другом цвете. Я даже не знаю, может быть, оставить такой цвет, может быть, сделать волосы какими-то розоватыми, такой вот пастельно-розовый цвет выбрать. Может, все-таки реально покрасить их в красный. В общем, буду, наверное, экспериментировать. Поэтому я даже сама не знаю, какой цвет волос у меня будет в ближайшее время. Ну ладно, гол смотреть ДК и пиши в комментариях, как ты думаешь, какой цвет волос мне подойдет. Я не знаю, у меня такое ощущение, что мои соседи не любят видосики от меня, потому что всегда, когда я начинаю записывать ролики, они начинают шуметь. Ух! Ну, безу никуда. Лицемер. Ох! Такие рожки. А то это прикольно приделано. Мне нравится вот этот вот цвет. Такой зеленый. Оу. Ну, бывает. Ты клювый лицемер. Вот. Этот момент классный. Интересно, где снимался этот клип? Вот именно вот эти вот моменты. Лицемер. Ну, в принципе, как всегда, Данька показывает свой мерч. Я считаю, что в этом нет ничего плохого продвигать свои ресурсы, поэтому заходите в мой инстаграм. Почему бы и нет. Насчет лицемеров и самого по себе лицемерия. К сожалению, каждый человек в той или иной мере является или же являлся таковым. Спасибо, соседи. Да, я могу признать, я тоже раньше была лицемеркой. Почему? Потому что я училась в школе. Многие люди, иногда даже преподаватели, мне не особо нравились, но мне приходилось делать вид, что, типа, всё норм. Я всем довольна. Думаю, многие люди сталкиваются с подобным также на работе, когда у них есть коллеги, которые не особо им нравятся. Ну и, само собой, начальство. А чё поделать, ты же не можешь просто прийти в офис тот же самый и сказать всем, какие они плохие. Это ещё, мягко говоря. С этим ничего поделать нельзя. Но мне кажется, что самое главное, что со своей близкой компанией, со своими родными ты таким уж точно быть не должен. Нужно понимать, что да, есть официальная обстановка, там нужно быть более сдержанным, но в то же время ты должен знать, что у тебя есть люди, которым ты можешь полностью довериться и показать себя таким, какой ты есть. Меня многие обвиняли и обвиняют до сих пор в лицемерии, в том, что я на видеороликах пытаюсь казаться другим человеком, но на самом деле это не так. Я такая, какая я есть. Да, на роликах я не показываю свою плохую сторону, а плохая сторона есть у каждого человека, но это не является лицемерием, как лично думаю я. Всё, что я показываю перед вами, это вот я настоящая, одна моя часть. Я человек, у меня меняется настроение, я бываю злой, я бываю доброй, и вы видите мою добрую, хорошую, иногда весёлую сторону. Нет, если ты, конечно, работаешь на любимой работе, в окружении хороших людей, и у тебя всё норм, то да, ты можешь быть нормальным, но в реалиях нашей жизни это вряд ли выйдет. Считаешь ли ты себя лицемером? Пиши в комментариях. Но если ты даже напишешь, что нет, то всё равно задумайся, и ты поймёшь, что в какой-то мере ты являешься таким человеком, или же им когда-либо являлся, ну как я и рассказала. Вот честно, о Кашине я даже и не могла бы сказать, что он лицемер. Почему? Потому что он всегда говорит всё в лицо, он кажется довольно-таки открытым человеком. Хотя, кто знает, что там есть на самом деле. Ну ладно, надеюсь, реакция вам понравилась. Ставьте лойсики. С вами, как всегда, была ваша Юмилея. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мои соцсети, и всем пока!